Дорогие друзья, доброго дня! Сегодня на обзоре у нас проекты от компании Epson, моделька Epson EPS31. Данный проектор относится к категории начальных проекторов у компании Epson. Его основное предназначение это образование, мобильные презентации, небольшие конференц-залы, какие-то учебные центры. Что же мы имеем в этом проекторе, какие характеристики? Во-первых, яркость 3200 АЦ, контрастность 15000 к 1, разрешение начальное 800 на 600. Также есть возможность подключения по VGA разъему, стандартному компьютерному, также по HDMI подключению. И заявлено вывод изображения с USB флешек. Значит, в комплекте есть мобильная сумка для переноски этого проектора, если вы будете в мобильных презентациях его с собой возить. Цена на момент обзора ориентировочно 28500 рублей. Давайте посмотрим комплектацию, внешний вид и посмотрим картиночку. Итак, комплектация данного проектора. В проектор Epson подставляются вот такой плотной картонной коробочке. Так, вот так проектор запакован. Значит, сверху идёт вот такая вот книжечка. Гарантийные обязательства компании Epson, выделены в отдельную книжечку. Так, затем идёт инструкция на диске, на русском языке в том числе. Ну и вот краткая тоже инструкция, галактийский, также на русском языке. Это уже в бумажном виде. Так, затем в комплектацию входит пульт дистанционного управления. Батареечки к этому пульту. Так, значит, кабель USB. Тип А, тип Б. Такой хороший кабелёк. Толстенький, с нормальными разъёмами. Силовой кабель. Ну, кабель питания, проще говоря. Длиной 1,8 метра. Кабель VGA компьютерный. Для подключения проектора к компьютеру или ноутбуку. Также длиной 1,8 метра. Так, есть вот такой ещё держатель. В инструкции и в характеристиках на официальном сайте, к сожалению, не нашёл, что это держатель. Но, скорее всего, это держатель для модуля крепления беспроводной связи. Вот, на задней панели проектора я потом покажу. Там есть такой болтик. Вот, он в эту дырочку закручивается и, видимо, держит его. Так, непосредственно сам проектор. Вот такой сумочки. Вот такая сумочка. Удобная сумочка. Ручка вот такая. На самом деле износостойкие такие сумочки надолго и хватит, даже если будете проектор с собой возить. Так, вот непосредственно сам проектор. Вот, честно говоря, конечно, комплектация, как Epson запаковывает свои проекторы. Какие вкладывает кабеля по качеству, сумочки и так далее. Это всё добавляет уважения компании. Видно, что они к своему делу подходят серьёзно. Всё проложено, так по-моему, всё сделано. Классно, конечно. За это компанию Epson однозначно уважаем. Хороший, качественный продукт. Когда ты коробочку раскрываешь, сразу видно, что не сэкономили на этом, на этом. Ну вот, непосредственно сам проектор. Передняя лицевая панель данного проектора. Вот в этом месте расположены отверстия для выхода горячего воздуха. Передняя регулируемая опора. То есть вы можете проектор поднимать, опускать. Так, вот в этом месте расположен датчик для приёма сигналов от пульта дистанционного управления. Вот такая вот шторочка есть. То есть вы можете изображение, к примеру, вы проецируете какое-то изображение, и можете так резко раз его и погасить. Затем рассказать что-то и в дальнейшем опять открыть. И изображение снова появится на экране. Так, тут расположен непосредственно сам объектив. Кольца фокусировки. Вот они вот здесь вот находятся. Так, затем регулировка трапециедальных искажений. Вот в этом месте. Так, попередняя панелька, наверное, всё. Панелька сбоку. Ну, в этом месте расположено отверстие для забора холодного воздуха. Непосредственно фильтр. Вот в этом месте это крышка фильтра. Можно его так достать, почистить фильтр, потом и снова засунуть. Очень удобно. Отверстие для кольца безопасности. Так, вот сверху расположена панель управления. Кнопки включения и выключения питания в ручном режиме. Сигнализаторы состояния, температура проектора, лампы. Ну, и доступ в меню. Так, задняя панелька данного проектора. Вот в этом месте крупно видим динамик. Так, в этом месте расположен приёмник сигналов от пульта дистанционного управления сзади. Вот там было спереди, это сзади. Порт HDMI. Порт HDMI, значит, VGA, компьютерный разъём. S-Video, видео-вход. Аудио, разъёмчики для подключения сигналов. Значит, USB-порт B, USB-порт A. И вот такой вот болтик, он как раз для крепления модуля беспроводной связи. Ну, вот я показывал вам вот такую штучку. Вот она как раз, вот в это отверстие, вот таким вот образом закрепляется и держит этот модуль. И отверстие для подключения кабеля питания на 220. Сзади также имеются две задние регулируемые опоры. Это вот если вам нужно на какой-то неровной поверхности отрегулировать ваш проектор. Вот эти вот опоры регулируются. Так, вот с этого бока. Ну, вот тут отсек лампы. То есть, при необходимости вы можете аккуратненько болтик открутить, крышечку эту снять и там заменить лампу. Днище проектора. Так, значит, смотрим на него. Отверстие для крепления проектора на потолок. Их тут три. Раз, два, три. Ну, вот основные, то что нам надо, это обычно вот эти отверстия. Еще немного об этом проекторе. Значит, компания Epson заявляет, что данный проектор можно использовать как дома, так и в офисе. То есть, мобильность, простота установки, дизайн, плюс хорошие характеристики, высокая яркость, высокая контрастность, делают картинку насыщенной. И вы можете ее использовать как при презентациях, так и при просмотре домашних фильмов, фотографий и так далее. Значит, опциональный Wi-Fi адаптер и также приложение Epson iProjector делают этот проектор очень удобным при передаче беспроводного контента с ваших мобильных устройств. То есть, можно докупить отдельно Wi-Fi передатчик, вот, установить и, скачав приложение, передавать с вашего телефона или планшета. Так, ну, что еще вкратце пробежаться? Значит, вес данного проектора 2,4 кг, яркость 3200 ансилюминов, разрешение 800 на 600, контрастность 15000 к 1 мобильных устройств. Значит, основной формат изображения 4 к 3, поддерживаемые форматы 16.9 и 16.10. Срок службы лампы в обычном режиме 5000 часов, в эко-режиме 10000 часов. Шум в эко-режиме 28 дБ, в обычном режиме 37 дБ. Так, возможность передачи по USB кабелю по технологии USB Display 3 в 1, Сразу передается изображение, звук, и также можно управлять проектором по одному кабелю, подключив его к компьютеру. Ну, вкратце, наверное, все. Давайте смотреть картинку. Итак, проектор мы подключили, подали на него сигнал. Значит, условия у нас. Дневной свет в помещении, на улице также день. Так, проектор подключен по кабелю HDMI. К ноутбуку. Так, вот получается картиночка. Так, сейчас что-нибудь откроем. Ну, к примеру, презентация. В принципе, неплохо. Читаются, картинки видны. Ну вот, на мой взгляд, конечно, разрешения не хватает. Хотелось бы, ну, хотя бы, 1024 на 768. Хотя, там уже другая цена будет, но, тем не менее. Ну, а так, в принципе, вот, с 4 метров я вполне вижу мелким шрифтом, что написано. Так, если подать цветовую картиночку, посмотрим. Ага, ну вот дорожные знаки. Ну, по-моему, очень хорошо. Очень хорошо читается. Так, это вот здесь какой-то график подавать. Да, неплохая контрастность, видно. Видите, какие цветовые решения хорошие. Ну, попробуем ролик посмотреть. Это вот звук со встроенного динамика данного проектора. Хороший звук. Ну, конечно, от качества ролика будет зависеть то, какая картинка будет. Ну, так, неплохо. Для мобильного презентации за эту цену вполне видны и краски различные, и очертания. А динамик реально нормальный, то есть, как бы, хороший звук. Если сравнивать, конечно, с динамиком других проекторов, вот, но этот мне нравится. Ну-ка, попробуем разум. Это вот можно регулировать. Это тут громкость была. Это динамировки. Так, это вот выход в меню я сделал. Ну, вернемся опять к нашу самую ролику. Так, ролик идет неплохо. Так, что же еще можно посмотреть? Так, давайте попробуем какой-нибудь открыть вордовский файлик. Ну, вот здесь какой-то будет вордовский. Ну, вот здесь какие-то картинки смотреть, да? Какие-то фотографии. А тут и Майнкрафт, и все на свете. Ну, вот цветовые решения, в принципе, тоже можно посмотреть. Опа, тут уже. Так. Давайте еще экселевский файл какой-нибудь откроем, посмотрим. Ага, ну, тут вот есть что-то написать. Вылечить шрифтик. Вот такая картиночка получается у данного проектора. Ну, вывод какой? Проектор хороший, не такой шумный, как я думал. Заявленный 37 дБ, как бы, ну, вполне неприемлемо в аудитории. Вот. Картинка неплохая. Единственное, я отметил, что не хватает разрешения. Качество картинки охота почетче. Ну, хотя бы 1024 на 768. Ну, а так, в принципе, очень-очень мне проектор понравился. Хорошо показывает за свою цену. Вполне мобилен. Есть сумочка в комплекте. Ну, все сделано на хорошую, такую, скажем так, пятерочку. Спасибо за внимание. Всего доброго.